Это как фонарик, маленький фонарик в абсолютной темноте выглядит ослепляюще. И синтез – это не смешение. И синтез – это не смешение. Да, синтез – это гармония. Синтез – это гармония. Гармония противоположностей. Гармония противоположностей. Есть такое, знаешь, выражение у некоторой религиозной группы – Бог есть свет, там, где есть свет, нет тьмы. Например, некоторые религиозные группы имеют аксиом – Бог is light, where is light, no darkness. Но на самом деле Господь и Бог, и свет, и тьма, существующие в гармонии. Потому что если не будет сочетания света и тьмы, мы не увидим ни одной формы. Любая форма – это сочетание света и тьмы. Потому что любой форма – это с гармонией света и тьмы. Можно я на твоих тезисах немножко уточню? Давай, давай, давай. Синтез и анализ. Я вспоминаю, звучали вот эти тезисы. Синтез. Синтез – это как бы финал анализа. То есть сначала анализ – это разложение на детализацию, на атомы, на сознание любви. В начале анализ – это когда мы детализируем все, но в конце синтез… Совершенно верно, да. Потому что ты создаешь, ты тезис создаешь, антитезис – это инструменты для того, чтобы ты начал весь мир разбирать на составляющие, из которых потом построишь гармонию. Что является инструментом? Тезис и антитезис – они оба инструменты. Тезис и антитезис – инструмент, which is, in the beginning, helping you to… The whole world – детализирует, means separate, different separate elements. You're researching different separate elements by these two instruments. И анализ – это и есть йога. Анализ – это и есть йога. Юж, анализ. Потому что мы берем что-то, вот, мы взяли какую-то колонку, да, это… Это сущность. Это сущность. Я не могу перейти к природу сущность. А природа, ну, например, это объект, реально что-то, что существует. Ну, это сущность. Это сущность. Сущность всего – это ратика. Да. Как это? Природа всего – это ратика. В данном случае ты используешь то же слово уже для природы. Сначала ты используешь слово сущность как объект, а теперь говоришь, сущность – это природа. Нет, смотри, есть сущность и суть. Суть – это эссенс, получается, а сущность – это природа, это нетче. Тогда это не природа, это объект. Нет, не про объект говорим, мы говорим про сущность. Это не существо. Сущность – существо разное. Да. Да, это сущность. У всего есть сущность. Природа. Да, природа, да. Окей. Everything has a nature. И сущность всего – это ратика. And the nature of everything is rada. И сущность или нетче, да, то есть сущность отличается, эта колонка отличается от этого, вот от этого замочка, в смысле, от этого, как сказать, замочка, отличается. Эта сущность отличается от этой, они, кстати, похожи. Ну и ладно, бог с ним, даже хорошо, что они похожи. Эти замочки отличаются друг от друга. And these two objects different of each other. And even look some too similar. То почему они отличаются друг от друга? And why they are different? Почему эта сущность проявлена вот так, а эта сущность проявлена вот так? Why the nature of this has this form, but nature of this has this form? Зависит от единой сути. Depend on the one essence. Это Кришна. И this is Кришна. Соединение сути и сущности рождает расу. And union of essence and nature creates раса. Это есть йога. Всё. И анализ этого есть. Да, и анализ этого есть. Это есть анализ, это есть йога. And this analysis is йога. Можно в кайфе находиться постоянно, везде, хоть на Багамах, хоть на Луне. You can be, how to say, blissful in any place, even in Bagama, Iceland. Как классик говорил советский. Жить хорошо, а хорошо жить и всё. You can be happy, even in Hawaii. Есть ещё вопросы какие-нибудь? Давайте. Маленький момент добавлю, что касается таттвы, один штришок с точки зрения того, что это история, так скажем, объяснения расы. Есть ещё важная аудитория, для которой это объясняется, потому что это объяснение может быть разным, оно не... Конечно. Радараман и Стивен, I want to add a little bit about таттва. It's the history of explanation of раса, but what I can see, the explanation will be different according to the audience. Разумеется, конечно. Разумеется. Of course, of course. Что касается вкуса, один из моментов, в самом начале нашей, так скажем, духовной практики, вкус у нас, ну, то есть, то нет, и мы не способны в нём ещё отличить множество деталей. Давай по частям, переводи. Далее вкус приобретает миллионы и миллионы оттенков. Он становится живым, и он даёт нам понимание от того, правильно мы идём или неправильно. Да, он обладает сознанием, вкус обладает сознанием, духовный вкус обладает сознанием и формой. Да, и в какой-то момент мы получаем Даршин формы этого... И тот, кто обладает, действительно обладает этим вкусом, находится в очень защищённом положении, потому что он не наделает глупости. Вкус всегда даст понимание того, правильно ты делаешь или нет. Сегодня целый класс об этом был. Гурдев целый класс об этом дал. Да, вот сегодня он об этом говорил. Сегодня Шил Гурдев объяснил этот субъект. Он говорил о модерновом ваишнавизме, модерном ваишнавизме, постмодерн, ваишнавский постмодерн. Ваишнавский новодел. Новодел, да. И традиционный ваишнавизм. И традиционный ваишнавизм — это не значит, что ты соблюдаешь какие-то религиозные нормы. И традиционный ваишнавизм — это не только о том, что это религиозные правила. Ты движешься в настроении Рупы Гасвами. Ты присваиваешь себе образ её чувств. И безопаснее всего это делать через Рагунатху. Потому что Рагунатха переработал чувство Рупы Гасвами в однонаправленное настроение служения Манджаре. Потому что он трансформировал все его инструкции, все свои ощущения, только концентрировался на служении Шимати Радика. И когда ты идёшь этим путём, то вкус проявляется мгновенно. А в религии, как сказать, в новоделах, в постмодернах религиозных, вкус обещается однажды, когда-нибудь, вы получите это. Это такое, знаешь, тебе известно, Радхарман, ты знаешь, это оплата, лучше всего работают обещанные деньги, чем деньги, которые ты даёшь, как сказать, как это называется, не взаймы, а как это называется, есть зарплата. Есть зарплата, есть авансом, да, авансом, да. То есть лучше работает зарплата, чем аванс. И большинство религиозных систем существует именно в этом, в обещании. Там, где-нибудь, на небесах. У тебя будут, так сказать, моря, вина. И, как сказать, бесчисленные гаремы. То есть страдай сейчас, а там наслаждаться будешь, там будешь где-то наслаждаться. А здесь обязан страдать. Если не страдаешь, значит, не духовный. Если ты счастлив, значит, что-то с тобой не то. Если ты счастлив, значит, что-то с тобой не то. Ты должен страдать. Значит, всё хорошо. Если ты страдаешь, значит, что всё хорошо. Наша линия другая, наша линия сумасшедших алкоголиков. Безумцев, которые наслаждаются с первой капли. Которым хочется ещё и ещё и ещё и ещё. Кто хочет больше. И сегодня об этом говорили тоже, что доказательством верности пути служит вот эта ясность понимания того, что нужно делать. Ясность понимания. Вдохновение и ясность понимания. И сегодня мы расскажем о том, что кто-то идёт в правильный способ. Это очевидение. Что я идёт в правильный способ. Прочитаем стих хотя бы. Я думаю, что-то нужно читать что-то из Шивилат Кусыманджины. Чтобы... Гордеев спросит, у вас был класс? Хорошо, Гордеев, I will ask. А что читали? Ask and he ask, what you read it? Ничего не читали. Sorry, Гордеев, we not read it today. Дамодар болтал. Today is Dhamadar just blah-blah-blah. Можно я пересекать, как ты начнёшь читать ещё маленькую секундочку, добавлю? Давай маленькую секундочку. Когда мы видим этот мир как неотъемлемую собственность Швамини, каждый атом создан ей для того, чтобы служить Мохану, этот мир перестаёт быть материальным, он становится волшебным. Это непосредственное видение. Драмана is telling, in that moment, when we see that every atom of this world created by Shri Mati Radhika for Krishna's pleasure, in this moment this material world is not more material. Да, это выражение её чувств. Когда мы видим повсюду лишь выражение её разноликих чувств. Разноликих чувств. Они могут быть разные. Они могут быть безумные. Страшные. И вызывать разные эмоции. Но это необходимая антитеза для гармонии. Потому что гармония — это синтез противоположностей. Если не будет противоположностей, не будет синтеза. Это же так понятно. Нельзя отрицать антитезу. Потому что не будет синтеза, не будет гармонии. Если не будет синтеза, не будет гармонии. Да, это поражает вопрос о свободе выбора. Да, это вопрос времени. Когда мы пойдём с тобой в теорию времени, ты увидишь несколько вариантов ответов на этот вопрос. Нет, не найдёшь. Ты увидишь. Ты увидишь несколько вариантов ответов на этот вопрос. Потому что то, о чём обычно спрашивают, находится в области линейного времени. А согласно теории времени, есть разные виды времени, и оно не всегда линейно. И в течение теории времени, время имеет разные формы. И не всегда, как линейный. Ты всё сам увидишь. Я тебе нарисую. Я тебе нарисую. Я тебе нарисую для тебя. Всё. Да, да, да. Да, и... Ну, давайте читайте. Давайте, чтобы Грудеф знал, что мы читали сегодня 37 стих. Отчитаемся. Отчитаемся, да. Так у меня осталось 15 минут. I have only 15 minutes. The verse 37. The verse 37. I will read from English. О, Сварнагаури. Золотая девушка. О, Сварнагаури. Golden girl. И всё. That's all. И всё. Потому что нас сразу погружает в картину, которую видит Манджари. Because it's giving us a gift, absorption, which is, Манджари is seeing the picture what she sees. Имидж, not pictures. Имидж. Because Mанджари is not looking at religious form. Она видит форму, самую сладостную форму Ратики. She sees most sweet form of Ravika. И поэтому созерцает её. And she is looking this form. И она говорит... She absorbs in looking this form. И это первая фраза, первая фраза говорит, отримь свою религиозность снахрен. And this address at the beginning of this verse is telling to us, reject your religiosity. Сарва Дхарман Паритья Джа. То есть, отримься, выкинь и созерцай эту красоту в её абсолютной естественности. Through it, all your religiosity just observe yourself in natural sweetness of the truth. О, Сварна Гаури, золотая девушка! О, Сварна Гаури, голден гелл! И сколько можно здесь, можно целую вечность провести в созерцании этой формы, начиная с ноготков, с ноготков поднимаясь по щиколоткам, то есть всю форму исследовать, рассматривать каждый миллиметр её. It's possible to be completely absorbed by researching her form, starting from the tip of nails on the toy and now going up a little bit one small point after next small point like this. вдыхать аромат её тела and breathe in her aroma of her body и видеть её мелкие волоски, которые с дыбом стоят. Потому что я говорю ей о мохане. Как её тело содрогается. Как она застенчиво улыбается, опустояет глаза. Как она начинает закрывать, прикрываться, как будто бы он присутствует здесь. На одной фразе можно построить всю свою жизнь, просто на одной фразе. Но мы попытаемся всё-таки продвинуться чуть дальше. Когда же я по твоему указанию поженю браслет твоей левой руки с новой тесьмой драгоценных камней, украшенной шёлковыми кисточками? When will I, on your order, marry, means join, the armlet of your left arm with a string of nine auspicious jewels, beautified by silken tessels. И здесь, что мы видим сейчас? И что мы видим? And what we are seeing right now? Что просит с вами не сделать сейчас, манджари? What is Slavini requesting Mанджари to do? Она просит её провести виваха ягью. She asking her, please, arrange my vivahasamskara, my wedding ceremony. И выступить в качестве брамана. And do your brahmanical job, means act as a brahman in this ceremony. В которой рука мохини будет невестой. In which the hand of мохини will be bride. А жених — это браслет из драгоценных каменьев. And her pair, means Krishna, is a... How it's written here? Браслеты из драгоценных каменьев. There's a string of nine auspicious jewels. Которые нанизаны на нить. Which are string by the thread. На красную нить. And this thread is red. Красная шёлковая нить. Silk red thread. С красными шёлковыми кисточками. With red silken tassel. И она, эта красная шёлковая нить, она видна в каждом из них, в каждом из этих девяти драгоценностей. And this red thread possible to see through inside of these nine jewels. И здесь мы видим девять видов мохана. И каждый вид мохана — это рупа мохана и способ взаимоотношения свамини с ним. And this rupa means form of mohan. It's the way how he is coming to the Radhika. Да. To свамини. И сейчас Манджари проводит эту виваху. And now Манджари is leading this ceremony, wedding ceremony. И завязывает неразрушивый узел. And tie the knot which will be... Who that break? А кем будет разрушен этот узел? But who can break this knot? In wedding ceremony, knot is a symbol of unity. Кто разрушит этот узел? Кто его разрубит? Who will cut this knot? Мохан, Мохан, Мохан. Мохан. Мохан will do this. Он сорвёт с неё всё. Because he will take away from her everything. Потому что он будет ревновать её даже к этому браслету. Because he will feel man even for this armlet. Ой, я уж... Зачем тебе этот браслет, когда есть я? Not armlet with the string of nine special jewels. Вот моя рука, она станет твоим браслетом. For which purpose you need... He is asking Shemati. For which purpose you need this string of nine special jewels, if I am here? Зачем тебе все украшения? My arm will be for this purpose. Я стану твоим ожерельем. For which purpose you need this jewels here? I will be your jewels. Я стану твоей накидкой. Your necklace. I will be your chadr. Я стану твоим сарей. I will be your sari. Я буду обьевать твои бёдра. I will cover your cheeks. Зачем тебе что-то ещё? For which... What you need more? Он сорвёт с неё всё. And he will take away from her everything. И Радика от этого приходит в... Она же это всё уже проживает. And right now she is experiencing this. Right now she is living in it. Это её пребывание в будущем. Когда она пребывает в будущем времени, она проживает его как настоящее. When she is in the future, she is experiencing as a present. Время экстрамерно. Because time is multidormational. Да, и когда Радика ныряет в это мгновение, то внутри этого мгновения образуется реальность, в которой она проживает в полноту всех чувств. In this moment she is experiencing all completeness of her feelings. А там проходит ночь Брахмы. Inside of this moment One night of Brahma is going on. Больше восьми миллиардов лет. Понимаете, масштаб какой? Просто вот масштаб. Маленькое стихотворение. Какой в нём масштаб? А дальше комментарии. Я не знаю. У нас сегодня мы не смогли прорваться дальше коня. Комментарии про коня. Today morning time when we started to read explanation we couldn't go far than this quotation of Raghunada and Goswami about horse. It's in the beginning of commentary. Поэтому мы закончим на стихе и вопросы у меня есть пять минут. And now we will stop read and now I have five minutes for questions. Радхи, радхи! Радхи, радхи! Радхи, радхи, радхи! Домодарич, кратенько повтори те моменты, которые ты говорил до того, как включили запись. Так, чтобы это осталось. Я не знаю, я не знаю. Я уже, я сейчас в другом... Давайте дальше, дальше подкачим. Подожди, Радхи, Роман. Домодарушка, я хотел добавить, вот когда ты... Я не могу так переводить. Я так не работаю. У меня мой переводчик так не работает. Радхи, Роман, реквозит... Радхи, Ран, ты дёргаешь. Смиренно, аккуратно переводи. Всё, я молчу. Не останавливай, я этих конектов не останавливаюсь. Я не могу работать в таком случае. Сейчас я в completely different point. Я completely в different feelings. Так, давай, Радхи, Роман. Давай. Да, ты вот про браслет, который сегодня... Зачем тебе? Зачем тебе браслет? Зачем тебе накидка? Я буду медальоном на твоей груди. Знаешь, я тебя слушаю, и вот он же её... Помада губная. Да, да, да. Губная помада, панами смазанная. И потом она целует кинкере, и когда её нет, она посылает ей. Вот всю любовь в этот поцелуй дуть и вкладывает, да, вот вообще это где, кто, как. Кришна is telling to Шимати Радхи, I am your necklace, I am your armlet, I am your lipstick, which is mixed with battle. Battle, you know, someone who is chewing battle, it becomes red. And after this, after this meeting, Шимати Радхи, by same lips, with this special lipstick, she is kissing her манжари. Тогда я хочу, чтобы тебя сейчас порвало. Давай, давай. It's something that is exploit you. Мы снова вернёмся к Сварнагаури. We again will return to Сварнагаури, Golden Girl. Да, и добавим сюда сейчас Мохана. And we add to this image Мохан, потому что манжари смотрит на на тело Шимати Радхи не с целью обладать этим телом. Because манжари looking on the Шимати Радхи body not with desire to get it. Она смотрит с позиции счастья Свамини. She is looking on the position of happiness of Свамини. Поэтому она видит её тело покрытое, поцелуями Мохана. She is sees how her body is covered with Кришна's kisses. Каждый миллиметр тела, драгоценного тела Свамини покрыт поцелуями Мохана. Each millimeter of Свамини of her body is covered by his kisses. Она омыты его слезами. She is bathed by his tears. То есть и вот видеть, что каждый миллиметр всё, всё тело покрыто этими сладкими поцелуями Мохана. Вот это есть Варна Гаури. And to see what each small part of your body covering by his sweet kisses is in this form she is Варна Гаури. Почему? Потому что этот свет, когда она сияет, начинает как расплавленная медь. Да, от этого счастья. То есть Мохан целует её, и она начинает сиять этим вот счастьем, его счастьем. Мохан is kissing her, and she is shining, becomes a source of so much light, of his happiness. Потому что она сияет его счастьем. She is so bright, but he this light is light of his happiness. Он бесконечно счастлив целовать её. He is infinitely endlessly happy to kiss her. Он не знает сколько сладостей в одном миллиметре, в одном пальчике её тела. He couldn't find the end of sweetness in each small part of her even fingers. И здесь мы снова возвращаемся к татве. Он хочет объяснить. He wants to explain. Объяснить это, что он чувствует. What he is feeling. Потому что когда ратика спрашивает, что ты чувствуешь? She is asking, what you are feeling? Он знает. Я косноязычен. In this moment he couldn't explain the film. Поэтому татва необходима в расе как объяснение. What is like that is necessary for us as explanation. Так, с песней Манджари. Песня Манджари это отдельное пересовывание то, что он чувствует, когда он теряет сортание. Последние секунды, да, последние секунды. Песня Манджари, песня Радхики. Это ее претворение будущего мира. Она знает, она несет тот объем любви, в котором она утопит Мохана. She carries the whole volume of her love, in which she wants to drown her beloved. И этот весь объем он исполнен форм. И каждая форма многомерна. И каждая форма многомерна. И если ты смотришь в одну форму, она раскрывает свою сущность. внутри этой многомерности она также многомерна. И Мохан подобен человеку, который проваливается в одну вселенную, которая находится в другой вселенной, которая находится в другой вселенной, он падает. И Мохан, когда он концентрировал, он смотрит в одну форму сущность в будущем, она тренирует эти сущности в ее манджаре. Это не просто утилитарные песни про любовь. Утилитарные по-другому. О прошлом. Нет, утилитарные это не мирская а как говоришь? Простые. Простые есть. Нет, не простые. В простоте нет утилитарности. Ладно, бог с ним. Вот. Голос вами. Голос вами. Смать радикас сонц нот утилитарен. Да. Эти песни, эта песня манджаре это основа будущей бесконечности. И эти манджаре сонки это фундамент будущего. Да, это еще пред татва. Это пред раса. И это пред раса. Раса появится, когда мохан это вкусит. раса будет появляться, то мохан будет enjoy это чистое Мадонаке Махабхава. Это безумие, содержащее неизвестное будущее. это манджаре, которое содержит неизвестное будущее. Круто. А вот мне интересно, маленькая синенькая девочка подбежала к вам и спрашивает. Да, вот это новизна, знаешь, как ведь мы сейчас в мыслеобразе, в словах какие-то, мы фиксируем эту тату, воспринимая ее лично. Ну вот скажи два слова, Дамодар, дорогой, вот это то, что ведь Рада, она никогда этого не испытывала. Вот ее новое чувство, новое дарение. все молчи, я понял тебя. Я понял. Now one small blue girl running and asking what is she not feel before. Есть период после насыщения мохана? After мохан is how to say was filled up to when time after is я называю это божественная нега. I'm calling this time sorry divine bliss период неопределенности I will try in in Russian have other meaning we have in Russian word neg it's not just the bliss it's when someone was enjoyed up to this and he is just happy light down this situation it's this our source а далее его желание его желание после того что он получил его понимание из себя выросло after this his desire his realizing of himself extended и его желания выросли and his desires extended и его желания Радика чувствует эти новые желания and Радика feels his new desires она предчувствует рождение новых песен в себе они еще не рождены это состояние ананги но придет время и она увидит картины во всей полноте обучит манджарии этим картинам и пойдет топить Мохана чтобы следующий цикл возник это абсолютный цикл это абсолют цикл бытия истины экзистен о абсолют рады ты убегаешь она формирует новое желание Мохана это следующее это у нее это бра после того что он увидел элементы все после того как Мохан испытал новое бытие то есть он испытал весь объем ее любви и его объем личности увеличился и объем его желаний так увеличивается его желание путем увеличения его личности она увеличивается за счет открытия новой глубины которую дарит ему Рафика с вами все экспансион его coming from the love which is Рафика giving him вот все рады 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 Дамодарушка рады рады тысячи восемь на часах тысячи восемь где-то там где-то тысячи восемь часах спасибо Дамодарич Дамодарич рады рады ну что дорогие предные на этом закончим завершим или рады да можно можно я еще добавлю это Дамодарушка зацепил да и вот это поцелую мохана на сламени доказательства я вам сейчас приведу рады рады да там помните Дамодар сказал гаурок да какая-то гаури сламини да а есть еще одно из имен да форма которую видят тулуси шашемухи помните шашемухи луна с точечкой или с точечками а понял сейчас today тулуси манджарик колен шлематерадика сварна гаури но в других словах она колен хошашемухи в небе с точечками да и там в комментарии в этой игре подтверждение того что Дамодар говорил зацеловывает мохан каждый не только губы каждый миллиметр и потом он когда попадает на глаза и начинает по телу и вот служанки это необычайная рада как у нас в кратерах да и вот это подтверждение того что он знаете как он ее украшает он ее обновляет да то есть представляете он ее омывает то есть каждый миллиметр вот вот так мохана любит рад его волшебно бесконечно рады рады он Продолжение следует...